Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Примерно месяц назад я с Сашей с канала Криосан ходили в чернобыльскую зону отчуждения. Первая часть ролика вышла месяц назад, сейчас выходит вторая часть, и кто-то может помнит, у меня тогда случилась такая беда с камерой, мне под линзу попала какая-то пыль, то есть просто протереть линзу не получалось бы, и пылинка настолько маленькая, что ее визуально я до сих пор даже не вижу, на той старой камере сейчас стою на новую снимаю. И в общем, ребят, на протяжении всего видео, практически на всех кадрах, будет такая небольшая точечка по центру экрана. Я вас попрошу, постарайтесь, пожалуйста, не замечать ее, потому что ролик сам по себе очень крутой, такого точно еще никто не делал, и еще будут итоги конкурса, который я тоже анонсировал месяц назад, так что досмотрите это видео до конца, а то, может, вы выиграли в нем и не в курсе даже. Вообще, ребята, цель нашего похода это найти какую-то заброшенную технику в зоне отчуждения в более-менее хорошем состоянии и попытаться восстановить ее. Конечно же, первым делом мы подумали отправиться на Буряковку, но по новой информации, там сейчас вокруг стоят камеры и находиться там нелегально вообще без вариантов. Также в прошлой серии вы видели, как мы отправились на АТХ. Там тоже нас ждал сюрприз, небольшая погоня от полиции. И сейчас мы просто решили ходить по лесам и искать остатки какой-то техники. В общем, приятного просмотра. Инженерная машина заграждения, что-то типа того. ИМР. Короче, ребята, напишите, разъясните в комментариях, что такое ИМР. Офигеть, какая машина. Но у меня что-то кажется, что мы с Саней ее не восстановим. Что ты думаешь? А, да, раздостроена. То есть уже сняли с нее все ценное, походу. В принципе, сами детали очень много весят. Мы как бы без каких-то спецприспособлений. В принципе, видно, что тут очень много чего не хватает. В лесу мне больше нравится, потому что здесь вообще можно хоть орать, хоть шуметь, хоть стучать, нас не увидят. Мы очень далеко находимся от охраняемых объектов. Ну, смотри, вот видно, что какие-то относительно свежие это все. То есть еще все в масле, оно не пересохло. Вон, смотри, вот эти валы сами, да, они тоже как будто в масле. То есть не очень давно это все дело происходило. Вот недавно, смотри, какие стекла там для этого бронирования. Да, кстати, смотри, в них как будто уже стреляли. А что такое, что случилось? Как будто под обстрелом где-то мыло. Давай проверим, или оно фонит. Давай я сейчас достану дозик. Проверим, а то если понесильно, то это не вариант. Ну, можно тут со звуком. Ой, пищит сразу, это уже нехороший знак. Пищит. Ё-моё, ребят. Ну, это в принципе еще не страшно, ребята. Не, ну, давай уже страшновато. Смотри, здесь резко прям упало. А что падает именно там. Ля, тут прям точечно, ребят. Вот, резко прям повышение. Здесь резко падает. Короче, я думаю, лучше не стоит внутрь туда залазить. Да, внутрь мы не будем рисковать. Найдем что-то почище. Тем более... Да, ребята. Вот реально, какую технику не найди, почти все фонит. Заброшенное такое все. Наверное, как везде. Все ценное снято было. Ну, видно, что он тут давно стоит. Но до сих пор мародеры находят, что еще снять можно. Какой сейчас курс биткоинов-долларов? Один биткоин, это 15419 долларов США и 70 центов. А еще в сентябре он был 10 тысяч долларов. А в марте вообще по 5 тысяч был. На таких скачках, ребята, можно заработать очень даже неплохо. Например, купив внизу и продать на пике. Если вы хотите на этом зарабатывать и ничего в этом не понимаете, вам поможет компания Avalon. В ней работают профессиональные аналитики и финансисты, которые сделают все за тебя. Тебе не нужно ни в чем разбираться. Просто пройти регистрацию, пополнить депозит от 100 рублей и получать чистую прибыль 1,3% в сутки. В общем, вот, ребята, у меня на балансе сейчас доступно 58 тысяч рублей. Давайте создадим депозит на 14 дней в 30 тысяч. И остаток давайте сделаем на 7 дней. Для тех, ребята, кому интересно, ссылочку я оставил в описании. Похоже, что техника вообще в таком состоянии, что мне кажется, ее даже при большом желании невозможно остановить. Ты смотри на это. Ну, это далеко не самое лучшее, что мы видели. У нас, в принципе, мы на АТХ, где у нас полиция чуть не поймала. Мы видели куда лучше технику, ребята. Чего, Серег, думаешь, вернулся на АТХ? Там моторов нету, понимаешь? Любая техника без мотора не поедет. Еще есть проблема в том, что у нас нету никаких, типа, вот этих лап для подъемки мотора и так далее. То есть мы физически руками мотор не сможем поднять. Нам нужна техника, которая хотя бы с мотором. Что в современных реалиях Чернобыля найти практически нереально, потому как вандалы, мародеры уже... Ну, мотор это самое ценное, что может быть в любой технике. Проблема в том, что на Буряковке есть достаточно в крутом состоянии техника. Слышь, слышь? Но есть информация, что там месяца два уже стоят камеры. Кстати, сталкеры, которые нас смотрят, примите на заметку. Там очень много камер сейчас стоит на Буряковке, и не стоит туда соваться. Но я уверен, на Буряковке мы бы что-то нашли. Для тех, кто не в курсе, на Буряковке сейчас находится самый большой склад техники. Наверное, старой. Там стоят вертолеты. А вертолеты не подлежат восстановлению. Но какой-то не БТР, а БРДМ, или как он правильно называется, мы могли восстановить. В нормальном состоянии, да? Ну, с виду, да, я внутренне заглядывал, потому что немножко фоняш. Ну, ребят, мы вот хотели зайти на саму Буряковку, но максимум, что мы можем, это походить по лесу возле Буряковки, потому что сам склад техники очень сильно... Вот этот периметр, который колючкой обведен, кто был на Буряковке, знает. Очень много камер, которые вращаются на 360 градусов. Чем больше мы, ребята, ходим, тем меньше у меня надежды на то, что что-то получится. Ну, да, там в Припяти было получше техника. Но там мотора мне было. Мне в одном был мотор. В самом последнем, который я заглянул. Это какой? С водой вот эта бочка? Да, да, да. Но там палево было. Бочки от каких-то горючих, смазочных материалов. Конечно же, пустые. Это же контактор, с которым серебро спиливает. Все спилено, да, вон, сколько я вижу? Да, серебро спилено. Ну, то есть не только полиция в зоне хорошо работает, еще и мародеры хорошо тоже работают в зоне. Скажи, что мародеры хорошо работают. Мародеров здесь вообще нет. Никогда не было и никогда не было. Но они отлично работают. Но иногда бывает. Смотри, Зил какой-то. Зил или что-то? Зил или что-то? Да. Давай сейчас посмотрим. Это уже пободрее. Не, мне кажется, он нифига не бодрый. Но, ребята, за ним стоит. Ай, споткнулся, что-то. Охренеть! Мне кажется, он даже работает. Смотрите, все в масле. Серега, как он сюда попал? Смотри, трубки в небо. Реально все блестит, смотри, блестит. И ничего. Даже не запачканное. Я думаю, что это трактор мародеров. Вполне может быть, кстати. Потому что видно, что он ездил недавно. Не так давно. Потому что, ну, масло. Масло оно как бы... Что? На этой штуке кто-то медит. У меня категория должна была быть, но, короче, ее нету. Но я могу попробовать. Слушай, Серег, ну я такое чувство, что мародеры на нем именно как раз крошили эту технику. Ну откуда? Может быть. Смотрите, ребята, в ковше земля, и на ней выросла трава. То есть, как минимум, целое лето, наверное, я полагаю, он смог простоять здесь. Ну да, смотри, им давно не пользовались. Им давно видно, что не пользовались. Но видно, что не очень давно, потому что реально есть свежие следы масла. Похоже, у вас стоит какое-то лето, а до этого его использовали раньше. Мне кажется, что вот это щуп. Как бы не запачкаться. Ну, как в машине, в принципе. Нужно вытереть щуп на сухо. А есть чем вытереть? Ну, давай об колесо вытрем. Может, подорожник какой-то поймаем сейчас. Мы же Чернобыль. Давай, смотри, подорожник. Давай. Надо, чтобы было масло. Так, откуда я его вытянул? Ну, ты прям мастер, я тебе скажу. Ты что, мастер? Как в машине, в принципе, все. А ну, посмотри, какой уровень. Офигеть! Масла полно! Да, подожди. Смотри, смотри, смотри. Да, я не вижу. Вот, смотри. Где риски, риски? Ой, о. Это минимально. Это что раз плюс на? Нет, смотри, вон. Минимум, вот максимум. А, так оно на максимуме. То есть масло здесь есть, потому что на нем кто-то ездит. И его просто заброшили. Я же вот это показывал. Это же типа, слышишь, если это соляр, тогда зачем вот тот бак? Я полагаю, что это соляр. Не знаешь, почему у него два бака? Вот это непонятно. Ну, здесь по звуку можно определить, что это есть. Массовый? Нет, он металлический. Я не могу открутить эту крышку. Это нужен какой-то зажимник, типа как на... Ну, съемник, короче, типа как на... На масляный фильтр. Ну, 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 ну. Здесь открывается, кстати. Солярой пахнет. Да, пахнет солярой, но солярой нету. Это можно проверить. Короче, надо... Смотри, смотри, Заня. Ну да, звенит. Разницу в звуке чувствуешь? Да, да, да. Чуть-чуть, походу, есть. Я думаю, нам нужно заказать через нашего знакомого. Не будем говорить его имя. Да, 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 да. Не будем делать его рекламу. Попробовать. Не надо попробовать. И нам нужен, наверное, аккумулятор. Где в тракторе аккумулятор? Смотри, пары разбиты. Ну, это такое. Но нам, кстати, не надо. Нам надо на самом деле самотвор. Зажигание нужно. Стартер есть, но... Нет, генератор. Генератор, да. Вот он, стартер. Стартер. Нужен... Аккумулятор где? Кушок. Аккумулятор. Вот он же, блин. А ну, стой, стой. С той стороны. Ты сейчас скажи, что аккумулятор зарядил, да? Ух ты, ну, тракторный, да. Слушай, а как его проверить? Может, высадился, понял? Стоит он весь в пылюке, понял? Видно, что он не ездил. Как проверить его? Ну, он, я тебе скажу, не сильно, а так и в пылюке. Походу, мы им пользовались не так давно. Ну, это да. Вопрос. Как проверить аккумулятор, Саня? Это к тебе вопрос. Тестером. Сейчас замерим. Что-то плюс, что-то минус. Надо как-то их соединить, чтобы было замыкание. Смотри, ну, им по-любасу пользовались. Ты думаешь, это металлистов? Учитывая, что знаков нету никаких и в каком месте он находится, и мы видим, что на нем никто не ездил. Скорее всего, он какой-то полулегальный. Походу, да. Ну, смотри, 100% ремонтировалось. Ну, это видно, это свежее. Смотри, они ретнуты, капец. А, вот пробитый, понял? Может, еще такой шланг надо будет заказать. Ну, покрытий, смотри, какие пары. Ну, с той стороны, короче, вообще, ну, видно, что это старое, а с той стороны вообще выкатанное, лысое просто. Вот, здесь вообще лысое. Короче, нам нужно звонить, нам нужен... Тестер есть у тебя с собой? И тестер. Тестер, соляра? Тестер, соляра. И шланг? Да. Вот тот лопнутый, как его обозначить? На антихидролическую систему. Окей. Вот, честно, с тоже особого опыта нету работы с трактором. Мы думали, что найдем какой-нибудь Жигули или еще какой-нибудь авто, а тут, блин, трактор. Но мы попытаемся, сделаем все силы, чтобы не могут его завести. Но, по крайней мере, выглядит такое чувство, что вот только вчера тут оставили. Вообще, даже знаю, может... Не, ну трава на ковшах прослала. Как думаешь, Серега, может так делать, что мы в Чернобыле какой-то вот трактор нашли и будем его заводить? А вообще, это законно? Я думаю, учитывая, сколько мы всего творили за все время в Чернобыле, что мы можем на нем на чайскую прямо съехать. Ничего не будет, думаешь? Нам, скорее всего, это сойдет с рук. Прямой, ты видишь? Да, он сломан. И гидравлика отключена, потому что, видимо, вот поврежден ковш. А вот он поломал, а не вот тут... Да, мы можем использовать вот этот шланг. Они же, в принципе, одинаковых разъемов, да. Вместо того лопнутого. Короче, какой план действий? Сейчас светом попробуем, есть напряжение или нет, попробуем его завести. Но я в интернете загуглю, честно, ребята, я даже не знаю, как эту технику заводить. Но попробовать по любому сону надо. Все, ребята, я уже как настоящий тракторист, весь в солярке, весь в масле. Хотя я еще даже за рулем не сидел. Это классная дверь, это... Вроде ты... Вроде ты вообще злойник. Я просто в прошлом имею опыт лазить так. Ну, в принципе, я так понимаю, тут все просто. Что-то газ, что-то сцепление, что-то тормоз. Ну, ты поедешь? Коробка передач. Смотри, шланг тот самый. Знаешь, что я только... Ты видал, видал? Да, я вижу. Я только не знаю, тут должны быть какие-то пониженные, повышенные передачи. Я тоже за это слышал, но не знаю. Я в этом не совсем разбираюсь. Нам бы завести. Смотри, замок. Это, походу, зажигание. Да? Слушай, а... А, так ключа, наверное, нет. А как зажигание тут включать? А тут нет замка, ты прикинь. Слушай, с кнопки, наверное. Да-да-да-да, нажимай сейчас, поедем. Сейчас я загуглю, как правильно, и попробуем сделать это. Короче, нужно топливо, нужен шланг есть. Набор ключей нужен, чтобы шланг открутить. Мы рукой его не открутим. И нужно что? Ну, и напряжение проверить, что мы сейчас попробуем сделать... Либо тестер, либо лампочку. Да, лампочка, я думаю, будет быстрее. Смотрите, тут даже вентилятор... А включи, работает? Я не знаю, как он включается. В принципе, если он работает, значит, кум заряжен. Не, это переключатель этот. Ну, как-то что, включается? Сань, я не электрик, я не понимаю. Ну, давай я попробую. Смотри, магнитолог висит. Ух ты. Да, кстати, панельки нет, ребята. Но динамички есть, можно было панельчик послушать. Смотри, карчашков. Вот, что это? Это все... Вот еще. Это, походу, какие-то на ковш. Нет, вообще не пойми, что. Это, я тоже не понимаю, что... Вот, не, вот на ковш, вот на ковш, я понял. Ребят, нам нужен, типа, сюда бензин в любом случае. Соляр. 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 Дизелька? Да, дизель. Как ни странно. Конечно. Давайте сейчас его заведем, типа, посмотрим, сколько там есть дизеля. Ну, там есть немножко топлива. Ух ты. Все, ключи, я думаю, мы подберем для того, чтобы заменить шланг. Я хочу туда зажарить. Короче, ребята, нам нужна соляра. Короче, пацаны, давайте загуглим. Там еще, может, какие-то капли соляры есть. Нужно загуглить, нужно загуглить, как заводить трактор. Да. А ты знаешь вообще, где тут вступление, где тормоз? Ну, скорее, как на машине. Газ. Эй, блин, ты что делаешь? Нет, нет, это другое. Заряжен. Значит, аккумулятор заряжен, аккумулятор заряжен. Димон, а что ты нажал, чтобы пипикнуть? Только не сигналь больше, больше не сигналь. Да ладно. Сейчас кто-то придет. Димон! Димон! Сейчас кто-то придет. Димон! Успокойся. Внизу красная кнопка. Я только что загуглил. Димон, внизу красная кнопка. Давай. Вот это? Да, жми вот это кнопка. Ну что, поехали? Бендикс работает. Давай еще. Отпускай, ты его сейчас спалишь нахер. Что-то ему не хватает. Бендикс не... Стой, 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 стой. Мы сейчас аккумулятор так высадим. Когда стартер крутит, очень большое напряжение берет. Да, да. Чуть-чуть подожди, когда он полностью остановится, попробуй шевраться. Димон, успокойся. Димон, стоп. Сейчас его заведу. Попробуй напрямую закоротить его. А, искра пошла. Нормально. Я не ударила? Нет, нормально. Давай я попробую. Давай, давай. А у меня не коротнет? Ты чуть-чуть, чуть-чуть. Гайки, да? Подержи, гайки. Давай. Ну давай же. Смелей. Смелей. Все, 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 все. Что-то надо делать. Они поломаны, походу. Аккумулятор заряжен. Походу стартер нужно восстанавливать. Давай, глядь, тут какие-то заглушки. Походу стартер, короче, сломался и его бросили, наверное. Можно поэтому бросить. А вот. А, это масса. Отключатель масса. Короче, ребята, мы немножко загуглили. Мы теперь уже немножко более квалифицированные трактористы, нежели были 10 минут назад. Поэтому, Санек, давай. Ладно, ребят, первое, это надо снять со скорости. Потому что если мы не снимем со скорости... Вот ручник, кстати. Ладно, не буду пока трогать. Завестись можно на ручнике. Так, нажимаем газ обязательно. Ох ты, блин, смотри, как она нажимается. Смотри, как она, она же блестит, короче. Ты смотри, глядь, это нормально вообще? Я думаю, в тракторе да. О, все, пошла, родимая. Так, газ есть. Вот это пуск, да? Да, да. Внизу красный, Димон. Это эту жал? Да, эту он жал. Это, это, смотри, накачай много топлива. Сейчас. Не, не накачай, не накачай. А, наоборот, все. Нет, нет, не нужно. Блин, ну у нас нейтралка стоит, ты видишь? Да, нейтралка. Все, на нейтралке можешь заводить, ты никуда не поедешь. Давай, 3, 2, 1, погнали. Педаль газа выжми, газ выжми, выжми газ в пол. Сейчас, подожди, зажигаешь. Тапку в пол. Подожди, подожди, подожди. Педаль газа. Чуть-чуть дольше подержи, но если не заводится, не мучай. Если она не схватила, она не будет, слушай. А, с пол. Было. Было, надо было подержать дольше. Дольше подержать, смотри. Офигеть! Почему заглох? Было, было, но заглох. Давай еще раз. Сейчас, надо газом играть. Я понял, понял, короче. Понял, что газ выстроят. Да, все дело в газе, короче. Все, дело в газе, типа. Его надо на всю нажать. И очень резко, смотри. Давай, давай. Погазуй еще, погазуй, погазуй. Ребята! Офигеть! А что он опять заглох? Короче, нет холостых, надо все время газ держать. Ну, блин, я понял, как заводить его из наиболее. Может, его прогреть просто надо. Комш поднимается вот этим рычагом. Сейчас попробуем. Снимай, комш, поднимается. Давай, поднимай. Есть, поднимается. Офигеть! Все, можно ехать. Давай, первую втыкай. Ты серьезно? Давай. Я втыкаю, короче, первую. Блин, я хотел бы первым это сделать, но давай. Офигеть, стрёмно. Сейчас сделаешь, сейчас сделаешь. Сейчас попробую. Давай. Я думаю, что это... Туда далеко. Я думаю, что это пятая. По чуть-чуть отпускай сцепление и газку давай. Офигеть! Давай, дёрнулись, еще чуть-чуть. Пошел, пошел. Это на холостом. Офигеть! Ёлки, холостом. Он работает. Саня, сцепуй тормоз, сцепление тормоз. Тут деревья, деревья. Нормально все. Заролем специалисты. Блин, ну, блин, деревья. Блин, деревья. А, стой, стой, стой. Саня, мне страшно. Все, 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 оглушу. Нейтралку, нейтралку. Нет, сейчас еще чуть-чуть вперед проедусь. Саня, я думал, ты просто электрик, а ты еще и тракторист. Все, это нормально. А, то я в дерево еду, я в дерево. Блин, ты свалил дерево. Нормуль, нормуль. Сейчас надо разобраться, где тут задняя передача. Так, ну, это сцепа, как в машине, понятно. Бляха. Это, конечно, коробка вообще не как в машине, но все, нормально. Давай, давай, сейчас зайдется. Раз, два, три. О, блин. О, машина смерти. Так, где передача задняя, Саня? Сцепление, выжимай. Выжил до упора. Влево и вверх, влево и вверх. Да, ё-моё. Сейчас, да. Бляха, это не в машине. А что такое? А ну, попробуй сейчас. А чуть-чуть отпускай. Да, это она. Да, это задняя. Смотри, только не въедет. Рули, рули, рули. Ё-моё, это опасная штука. Кузов не засоби. Я аккуратно, я водила со стажем. Уже и на тракторе умею гонять. Так, давайте, пацаны, эту кабину снесем сейчас. Давай, 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 давай. Крушим технику в Чернобыле. Я вообще никогда не представлял, что я таким заниматься буду. Держись. Пару деревьев. Блин, что он творит-то? Ё-моё. Блин, да потише. Блин, да что он творит-то? Деревья-то ломать не надо. Стой, стой. Блин, капец, они сейчас все разрушат. Что значит в руки непрофессионалов попал трактор. Все, я уже тракторист, короче, со стажем. Пацаны, кому надо там переорать, ороды, короче, там, настройку кому-то, что-то. Если есть свой трактор, обращайтесь, Сергей Трейсер, почта за инстаграм в описании. Пацаны, я еле выжил в этом контенте. Что было вообще? Короче, пацаны, мне очень понравилось. Я побоялся надавить на нее, потому что мне казалось, что сейчас выстрелит и радиатор пробьет. Да, у меня тоже было такое ощущение. А смотри, почему, потому что она в дерево уперлась. Да, она в дерево уперлась. Короче, мне казалось, что эта штука, сгибание могла выстрелить вверх сейчас. Да, и сюда попасть. Бачок пробило, кстати. Да, да, бачок потих. Нам нужно горючку заказать, если мы будем еще поездить. Короче, я разобрался. Что, ждем горючку и едем. Три передачи, нейтралка, сзади и передняя. То есть там четвертое, пятое, я что-то ничего не понял. Я понял, как вперед ехать и назад. Я, короче, понял, как включать. Я понял, он вообще с любой трогается. Это дизель, короче, там такой крутящий момент, сумасшедший. Ребят, ну что? Надо топливо, короче, и уезжать отсюда. Если мы его туда ставим, за ним рано или поздно вернутся, понимаешь? А если мы уедем на нем, как они его найдут? Ребят, ребята, нам нужно заказать горючку. Скажется, если он без номеров, его никто искать не будет официально. Официально искать никто не будет, что он без номеров. Но будут искать постфактум. Это да. Поэтому нам нужно заказать... Топливо. Дизель. Дизель. Да, заправиться и поехать. Большую канистру. Сейчас сделаем. Сейчас и будет у нас топливо. Так что? Димон, есть шансы, что мы на этом зилу куда-то уедем, Димон? Да, есть шансы, если ты его подгорнешь трактором. Ты будешь сидеть в это время в кабине? Да, да, да. Смотри, ОВО. А, нет, не ОВО. Ну, ты уже везде ОВО видишь. Ч-В-А. Чернобыльская, что там? Ребята. Чернобыльская военизера. Дайте, а где дозик твой? Дозик есть. Надо померить трактор на радиацию. Да, крышку снимем. Снимаем крышку фильтра. И пихушки. Ребят, ничего нету. Чистый трактор. А замеря лапу ему. Да нет, нету ничего. Нету. Вот это, вот это. Димон там что-то снимает. Нет, чисто. А вот там где-нибудь, где масло побольше. Ну, масла, я думаю, тут не будет. Тут уже масло все родилось. А колеса? Колеса, кстати, тоже могут. Они много где могли побывать. Ну, видишь, колеса дождем могло смыть. Походу, так и есть. Слушай, он чистый, он чистый. Ну, неудивительно, даже, ну, металюги, там, всякие вот эти и так далее, они, они же все-таки, ну, радиации тоже боятся. Они же тоже такие же смертные люди, как мы. Прикольная трава, конечно, как проросла. Смотри, он уже поврежденный. Видно, что им, короче, какой-то металл. Вижу, дырка. Это только что ты сделал. Ты уверен? Или нет? Нет, это не я сделал. Он сам по себе такой уже покоречен. Видишь? Я не знаю, но, смотри, видно, что следы, короче, старые. Видишь? Все, ребят, короче, что-то все подвезли. Я только что с водителем попрощался. Все у нас есть для запуска трактора, а? А? Посмотри. Сколько это стоило удовольствие? Я не могу сказать. Это соляра. Это, походу, масло. Какая-то бушная, ты достал. Это, походу, масло, либо в гидравлику, либо в двигатель. Ну, да, он говорил, это гидравлическое, да, это двигатель. А это? Это в двигатель. Сань, Саня, это в двигатель. Что, кто-то едет? Смотри, сейчас он выйдет, чтобы у нас не было следов. Нет, ничего не понял. Ну, ладно. Ну, ты, я перепугался. Я перепугался тоже. Зачем запугать? Это в двигатель масло? Нет, он сказал, что это в двигатель. Вот это гидравлика? Вот это, типа, в гидравлику, это ковш поднимается, такое, то, что здесь шлангка на слопу еще была. А это, собственно, солярка. Ну, я так понял, гулопнувшая на задний этот ковш, и он не работает, он включен. Нам это все не понадобится. Нам главное, вот, солярка и все. Я предлагаю, сейчас нужно вот этот ЗИЛ, короче, покрушить его, потому что далеко мы, если уедем, мы спалимся. Надо. А потом, я думаю, надо, знаешь, что сделать? Трактор мы должны спрятать. Мы его просто перепрячем в новом месте. Где-то в углубь леса, да. В лесу, в таком пухомане, надо будет такую местность подобрать, чтобы следы не остались. Чтобы в следующий раз могли приехать. Да, мы в следующий раз, когда приедем... А ребята нам в комменты напишут, короче, какой-то крутой план, что мы можем сделать. Спасибо, не будем говорить вслух кому, потому что нельзя говорить. Нельзя говорить, да. Нельзя портить контакты в зоне. Да, так хочется. Все, погнали. Но милиция работает очень хорошо. Очень хорошо работает милиция в зоне отчуждения. И полиция тоже. И они вообще молодцы. Ну все, погнали, пацаны. В общем, ребята, в лейке что-то грязное. Я думаю, что нехорошо попадать такому в топливный бак, поэтому Саня сейчас... Сейчас я покажу, как... Только старайся не разлить, если хочешь, я могу помочь. Очень медленно. Очень аккуратно. И канистру боком желательно держать. Спокойно, работают специалисты. Сейчас весь соляркий... Работает румынский спецназ. Блин, честно, я стремлюсь. Если что, пацаны, кричите, если что-то... Давай, все будет... Все будет пушечно. Сниму, отбери камеру. Давай. Давай, я с тобой. Ну что, пацаны, погнали. Ну-ну-ну-ну, давай-давай. Охренеть. Пришли, называется, восстанавливать технику, а на самом деле ломаем другую. Но не судите строго, ребята, этой технике уже, ну, просто остается лишь здесь гнить. Давай-давай, смотри, буксуй. Саня, ты сейчас его зароешь, что он на пузо сядет. Прикиньте, ребята, закопать такое колесо под землю. Пошел. Давай-давай. Там дерево уперло. Не, Сань, вов-вов-вов. Копает, копает, копает. Это лысое колесо, оно плохо цепляет. И уже яму, смотрите, какую выкопал. Давай, Санек, включай заднюю. Копуха. И делай прицел на кузов. Пути, не на кузов, а на этот. Смотрите, ребята, какую яму колесом выкопал. Стой, руль, руль в другую сторону крутить надо. Там дерево. Плевать на это дерево, давай. Газку надо было дать, газку, заглох. Ладно. Ладно. Давай ты, Серег, я все сдаюсь. Блин, это не такая легкая задача. Не, на самом деле, можно много чего сделать, но, блин, когда там дерево сзади, вы видите, ребята, что там сзади? Это капец. Ну, машина зверь, честно. Вот зверь прямо рвет. Буксовал мощно? Колесо, какую яму выкопал колесом. Сейчас посмотрю. А ты уже в нее въехал опять. Где были, туда и приехали. Вау, 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 вау. Коптит, конечно, зверь. Ну, вот это яма. Кошмар. Теперь вы поняли, ребят, кто тут курочит технику? Серег, там еще кабина есть. Хочешь ее завернуть с той стороны? Вообще, ребят, такую технику лучше не доверять непрофессионалам, потому что он прямо, ну, все, ей крушит. Вы смотрите, что творит Серега. Трэйсер. Кошмар. Бедная техника ликвидаторов. Зачем же так с ней обращаться? Ну, понятно, это все уже металлолом. Но все же. А, чейток промахнулся. Ну, там дерево мешает. Тут деревья, блин, тут деревья полные. Что он делает? Ё-моё, это что такое? Это что он творит? Ребята, что он творит? Кошмар. Серега, ты что, с ума сошел? Серега, ты что, с ума сошел? Гляньте, что он сделал с деревом. Что сказать, ребята? Это был самый крутой аттракцион в моей жизни. Не судите строго. Где-то, может, мы немножко пожестили. Но бурлят такие эмоции, когда ты такие вещи делаешь. Это как, знаете, в каких-то американских шоу, где тупо на таких машинах монстрах, маленькие машинки крошить можно. Блин, вам не передать, ребята. Я, конечно, уничтожил дерево, но... Честно, мать его в ебанья. Такие эмоции получили. Не судите строго. Просто вы не были на моем месте. Если бы вы были на моем месте, вы бы тут весь лес переломали. Я вам отвечаю, ребята. Сань, как это со стороны было? Это очень жестко было. Особенно последняя кабина. Последняя, когда пыляка полетела, береза вылетела, и кабина прям вот так резко пошла. Так быстро ты ее столкнул на скорости. Прям вообще жестко. Но она легко вообще. Трактор даже не шелухнулся. Честно, я даже газ почти нажимал. Здесь столько мощи. Это, конечно, старый трактор. Еще, наверное, где-то 70-х, 80-х годов. Я не разбираюсь. Вот если есть трактористы, напишите. Ну, тут, конечно, все уже такой пенсией воняет, что капец. О, там лампочку тебе горит, бля. Где? На прибор. Надо как-то зажигание потушить, значит. Не, ну это жестко, конечно. Смотри, вот здесь росла береза. Не было тут березы никакой. Вот корни. Не было тут березы никакой. Ничего тут не было. Я, конечно, мудак за березу. Мне ее жалко, но... Пацаны, вы не были просто на моем месте. Честно, мозги отключаются, ты просто работаешь. Все, Димон там сейчас пока разбирается, как зажигание выключить. Да, он его включал. Блин, а мы решаем пока, куда спрятать этот трактор, чтобы его никто не нашел до нашего следующего прихода. Что-то порвалось? Я оторвался так душой. Просто я... Я хочу орать! Жесть! Я уже даже начинаю забывать, где мы находимся, что нужно вести себя тихо. Ну да, но на самом деле мы очень далеко сейчас находимся. Далеко от всех палевных объектов, где ходят сталкера, то есть мы... Вообще, это была очень мудрая идея искать далеко от Припяти технику, потому что, во-первых, здесь никто не услышит, тут можно смело гудеть, орать, работать. А во-вторых, здесь много всяких людей, которыми мутными делами нелегально занимаются, и здесь есть вероятность не встретить охрану и найти что-то. Вот как мы нашли чей-то металюк каких-то трактор, да. Ну, это все скорее были вандалы-металисты, поэтому я не думаю, что... Я думаю, они не обидятся, что мы там... Они больше заработали. Мы залили горючки, они как минимум... Ну, мы спрячем... Ну, я надеюсь, они его не найдут. Ну, если они найдут, то они как минимум в плюсе по горючке останутся. Не, Дей, конечно, вообще какая-то жесткая. Блин, мне так понравится. Естественно, тут переломать, но мне совесть мучает. Пацаны, смотрите, росла береза. Не судите меня за нее строго, но у нее шансов не было, трактор слишком большой был. Блин, она тяжелая. А трактор ее так вообще незаметно тупо взял и спилил. Не, реально жалко березу, но не судите, ребят, строго. Мозги отключились в тот момент. Погнали! О, 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 сейчас трактор повредишь! Нам еще ездить на нем. О, о, мы на козу спали! А, фигеть! Димон, не улети так! Мы сейчас, типа, проложим дорогу обратно домой в Киев. Поэтому ты еще две березы сломал. Я очень извиняюсь. Нам нужно как-то выехать из зоны отчуждения. У нас не осталось ни воды, ни еды. У нас есть соляра и трактор. Да, поэтому мы едем в Киев. Ребята, вы извините, что мы такого наделали здесь. Ой, тут главное корень не спасает. Да ничего мы тут не наделали. Все нормально. Просто путь сталкера в Киев. Вот и все. Жесть. Ну и в конце, как обещал, конкурс от моего партнера компании Avalon. Призы ваши залежались у меня уже дома. Около месяца лежат. Победителей скриншоты вы сейчас увидите на экране. Каждому из вас я уже отписал. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо спонсору, что предоставил возможность провести такой конкурс. Напомню, ребята, ссылочка на Avalon будет в описании. Ну что, ребята, все хорошее рано или поздно заканчивается, как, собственно, и наш поход. Впереди нас ждет еще одно опасное препятствие, это колючая проволока. Если мы ее успешно преодолеем, можно сказать, миссион комплит. У нас реально очень много материала. И он уникален. Еще и никто такого не делал. Никогда. В общем, в начале ролика я говорил, что Димон сомнительный проводник. Многие вещи ребята остались за кадром. Димон мегапрофессионал. Он в зону ходит с 2006 года. Представьте! Я даже тогда не знал, что в зону ходить можно. Он уже брал и ходил. Кажется, что он такой, знаете, безответственный, но на самом деле в Припяти он показал высочайший профессионализм. Мы, как мыши, короче, ходили, хотя я всегда стараюсь максимально тихо идти. Когда ты делаешь все для того, чтобы тебя не услышали, не нашли, не поймали, повышаются твои шансы на успешный поход. Хотя полиция в зоне работает очень хорошо. Серега что-то снимает. Что снимаете? Волнуешься или нет? Нет, нормально все. Первый раз волновался, второй. Я не тоже волнуюсь, я переживаю за контент. Сейчас такой слегка молнительный момент, потому что ты понимаешь, что через считанные минуты все решится. Либо у нас сохранился материал, ну если пацаны смотрят материал, значит у нас сохранился, либо же нас поканули. Поканули, я не боюсь, я боюсь материал потерять. Все, подходим к колючке и видите, ребята уже много мусора. Сталкеры на забросе допивают лишнюю воду, доедают лишнюю еду, выбрасывают мусор прямо в зоне. Ребята, если ходите нелегально в зону, не мусорите. Это очень неприятно, когда с правдой, мы все время ходили чистые-чистые леса, тут бац. Так, нужно найти, где дырка побольше есть. Вот пацаны, я нашел. Капюшон, прикипайся ниже. Твоя камера, Сань. Контент Криосана. Давай, давай, рюкзак. Ну что, ребят, я вас всех поздравляю. Да все, 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 пацаны. Давай не создавать лишних проблем, просто уйдем, чтобы не было потерь времени. А рюкзак забирай мой? Да, это твой. Я типа понимаю, что нас уже здесь не примут, но можно потратить лишнее время. Я думаю, у нас его нету. Мы все устали, все хотим где-то в пузатую хату зайти и наесться до упаду.